Юлия Кузьминова, представитель Альтургии, Светлана Николаевна Логопедка. Эта группа активно реализует федеральную программу от Фёдорога. Вы видите, уже закупили достаточно такого хорошего, серьезного оборудования. Достаточно и районы, и республика очень много денег вложили именно в эту группу. Создана доступная среда и в Сенитарной комнате, и в Ходик в эту группу. Есть вопрос о том, что мы закупили и подъемник, и халяску, и халяску, и специальный садичный садик. Вот у нас садичный садик. И говоря об интерактивной песочнице, именно о садике, простите, о российском варианте интерактивной песочнице. Да, да. Здесь, так как спальня рассчитана на 10 детей, площадь спальня достаточно большая, и у нас там еще оборудована сенсорная комната. Мы приобрели мобильный сенсорный комплекс, который заключается только в один чеморайке, то есть можно там присоединиться в семье, в ребенок, в ночном заделывании, и развернуть и сделать сенсорную комнату уже такую на колесах, так скажем. Мобильная, да. Очень интересный проект, в этом году мы реализовывали, он уже у нас подготовил свой проект, он по сегодняшний день, и он до сих пор продолжает, это проект «Картофель на подоконнике». Каждая группа решила посадить у себя картофель, причем это вот эксперимент, знаете, вот в чистом виде. Кто-то посадил в опилки, кто-то в кокосовый субстракт, кто-то посадил в землю, кто-то в воду положил, кто-то целиком, целиком картофель, кто-то половину. Эксперименты следской деятельности. Я вам хочу сказать, что это самые маленькие картофель по всему детскому саду. На самом деле уже три группы выкопали картофель и счастливо слопали. Все, когда я говорила о старте этого проекта, все иронизировали, все смеялись надо мной. Но когда каждый начал ходить друг к другу в гости и хвастаться, у кого зацвел, у кого какой картофель, надо было просто... А эти жуки-то есть?